Здравия соратники и сегодня я хочу поговорить о том, зачем Александру Мишину цельнозор. Не в смысле человек, там блогер с большой буквы С, а с маленькой. То есть некое объемное видение, как его можно применять. Что общего между цельнозором и Александром Мишином? С одной стороны ничего, с другой стороны общее главное. Это попытка сформировать цельную картину мира, которая была разрушена изначально нашим врагом. Я не знаю, как Александр относится и отнесется к этому моему ролику. Это не пиар цельнозора и не пиар Александра Мишин. Это просто пример того, что нам предстоит всем делать. Чем немножко занимаюсь я в формировании цельной картинки, которая была искажена врагом изначально. Приведу короткий пример. По возможности нам сказали, что дважды два это пять, а три это десять. И затем мы уже все дальнейшие действия делаем исходя из этого. То есть складываем 10 и 5 условно, 15 и доказываем дальше. На 3 умножим и так далее, 45 и прочие цифры получаются. Интересные, либо не очень, во всех смыслах. В этом кратеньком видео я хочу сказать, что нам придется восстанавливать картину мира с азов. Я это начал делать исходя из реальной истории, потому что мы отталкиваемся. Вся наша философия, психология, соответственно парадигма, система ценностей и картина мира складывается из того, что нам вталычили. Мы вталычили в школе, и она изначально, эта картина ложная. И нам придется ее восстанавливать, чтобы знать, кто мы, что мы, куда идем, и просто выжить. Кто мы и кто наш враг. Александр Мишин занимается тем же самым, но на научной точке зрения. Александр Мишин известен своей вихревой медициной и электромагнитными катушками, по сути тесловскими катушками. Бифериарными, либо небифериарными не суть. Он просто моделирует их определенным образом, чтобы клетки саморегенерировали, восстанавливались. Это тоже перспективное воздействие, направление, которое стоит развивать в дальнейшем. Это та медицина, которая игнорируется нашим врагом, чтобы мы не знали, что можно лечить не химией, скажем так. Даже при лечении химии нам сейчас дают такие таблетки, что они дают больше побочек, чем лечение. И купируют, устраняют симптомы и следствия, не устраняя причину. То есть они не лечат, они устраняют симптомы. И это уже открытая информация, кто желает, может погуглить. У нас вранье буквально во всем, начиная от химии, где в таблице Менделеева отсутствует эфир. В периодической системе элементов, скажем так, это не Менделеевская, потому что она существовала и ранее. Как и, допустим, свободная энергия была до, и просто электричество было до, так называемого, там, герца, до вольта и до, ну, как мы их знаем, да, и до Тесла, как ни странно. Но Тесла, задача Теслы была взять вот эту свободную энергию, эту информацию, которую он владел. Информация и образование у него были допотопные, вот эти знания. И он лишь переначал, извратил на современную. Вот он взял свободную энергию стоячей волны и применил это к проводам, к проводной энергии, к переменному току. И что мы видим? Мы видим вот это вот трансформаторы и трехфазные трансформаторы, трехфазный электрический двигатель, который почему-то, как доказывает Александр Мишин, возвращаясь к теме, с которой я начал, основанный на простом элементарном знании и цифрах того допотопной знания гармоники, знания звука. Почему важно, казалось бы, какая связь, примитивно, к неким моим исследованиям может быть у квантовой физики и магии, у магии и психологии. Как я показываю в своих роликах, в Цельнозоре, прямая. По сути, нет границы между этим. Это как у кругов Эйлера. Например, вот это вот условно химия, вот это физика и вот это музыка. Как это ни странно, это все связано и с научной точки зрения Александр это доказывает. Может быть, он даже не совсем одобрит упоминание его фамилии, имя, отчество, неважно его персоны, но я считаю, что он делает очень важное дело. Оно не для всех, как и мои исследования. Явно не все смогут понять, но он именно восстанавливает картину мира, которая была, чтобы понять, откуда пошли наши современные знания, скажем так. Те знания, с которыми мы имеем дело. Вот просто маленький пример этому. Метра. Выражать ее уже в метр. Обратите внимание на коэффициент. Один километр к один миле. Очень близко к числу фи. Потом это дело немножко нам пригодится. А число фи и число пи это те гармоники, золотое сечение, те принципы, которые у нас, они природоподобны, и мы видим их во всей архитектуре до потопа. Поскольку вся архитектура до потопа, она построена, как показывают исследования, допустим, того же техденсера и ряда других людей, которые сейчас почему-то мы, даже у ПРО Владимира, почему-то вот некоторые его статьи, исследования исчезли. Так что рекомендую, немножко отвлекусь от работы Александра, скачивать и понимать. Потому что враг сначала всех переводит на цифру, якобы все книжки будут в интернет. А сейчас мы видим, что в интернете некоторые статьи просто исчезают. В частности, статьи про узорах на минаретах, где было доказано, что узоры на минаретах были апертурные решетки, потому что это были радары. Просто энергия была немножко другая, не электрическая, немножко другой принцип. Про влияние звука в так называемых храмах. Это статьи, которые я в 18-19 году читал, не озвучил в своих роликах, а сейчас я их просто не могу найти. Просто не могу найти. То, что, допустим, вот танцующий минарет, через какую-то неведомую систему, один минарет с другим созвучен. Это говорит о том, что вот они в резонансе работали, на звуковых частотах и вибрациях, когда начинаешь один звуком раскачивать, другой тоже начинает раскачиваться. Они не связаны между собой. Начать раскачивать один, внизу начинает раскачиваться другой, о чем говорит колокольчик. То есть вибрации как-то передаются, несмотря на то, что это невозможно физически. То же самое вот это вот, это не просто... Это некие излучатели, это радары загорнизонтные. Об этом... Вот на минаретах была определенная решетка, рисунки. Об этом была очень хорошая статья, но ее не найти уже, к сожалению. И вот что нам предстоит, это вот эти природоподобные технологии восстанавливать. Что и делает Александр Мишин. Он восстанавливает эти технологии, основываясь на тех знаниях, которые он снова вывел с нуля буквально. и он показывает, что знания про эфир и, по сути, все, как я уже говорил, суть едино, как говорил Тесла, все вибрации. Если хочешь понять, как устроена Вселенная, думай, применительно к частотам, вибрациям и энергиям. Так вот, постичь энергию, а по всем ее суть энергии, можно, применяя теорию единства поля. Ну, например, один из постулатов, то, что все вибрации. Свет вибрации, звук вибрации, эфир вибрации, радиочастоты вибрации. То есть, просто поднимая частоту, и со звуком можно перейти к радиоволнам, от радиоволн к свету, от света к фотонам, квантовой физики. На самом деле, все просто. Как и частота волны, это цвет, что такое цвет, что такое звук, нота, это тоже частота волны. И архитектура, вся завязана, ее говорят, что архитектура, это застывшая музыка, у меня есть ряд роликов про звук, есть ряд роликов про антенны, принципы построения антенн, принципы работы со звуком, с акустикой, все это в нашей допотопной архитектуре, которая была природоподобна, и все было основано на звуке. В частности, почему мы так думаем? Ну, вот те же сабвуферы наверху, эти вот слуховые окна, так называемые, почему они слуховые-то? потому что там слушаются, скажем так, почему пищало? Вот это все Александр Мишин рассказывает, но оговорюсь, он не исследователь чего-то там, он не исследователь реальной истории, он может думать, что все это некий квест, он может думать, все что, позвольте человеку быть своей, и к чему, не надо его засыпать информацией либо своими точками зрения, либо там Александр, дай ответ на некоторые вопросы. Человек занимается чистой наукой, я от себя скажу, что он занимается чистой наукой уже не первую жизнь, в прошлой жизни он занимался тем же самым, и его исследования опередили его время на десятки лет, сейчас он занимается тем же самым, сейчас у нас СВО, Война, Зомби-Апокалипсис, падение, крушение экономик и так далее, никому не до чего, но человек занимается только своей наукой, за что я ему искренне благодарен и признателен. Почему? Потому что кто-то этим тоже заниматься, хотя еще время не пришло, и нам предстоит заниматься тем же самым, чем он сейчас занимается, только уже в большем масштабе, и массово, и коллективно. Рекомендую всем смотреть ролики, хотя мало мягко говоря, мало кто может это понять, информация специфическая, как о ролике Цельнозора, но тем не менее, кому-то на каком-то уровне нужно будет это понимать, потому что все связано и работу свободной энергии, работу эфира можно понять через звук, потому что звук и эфир — это и все идет природоподобно в резонансе со Вселенной и с Землей, и все частоты, все меры длины, все пропорции в архитектуре, которые были, они выходят из базовых частот Земли. Рекомендую вот начать этот ролик смотреть, если вот этим вопросом заниматься, хотя понятно будет только если изучать все с самого начала. Можно начинать со звука музыкантом, можно электриком, чтобы понимать, как работает трехфазный двигатель обычный с тремя обмотками, его немножко изменить и мы получим, еще добавить можно на обшивку одну из обшивок либо заменить, либо присоединить параллельно к бифиляркам и одна бифилярка будет ловить у другой с коэффициентом усиления неким. Свободная энергия немножко не за горами, но подчеркну, исследования имеют во вторую очередь ценность и второй целью не основной получение некой материальной выгоды, потому что свободная энергия она изменит весь мир и она просто людей изменит. Всю экономику современной экономики будет разрушена. Люди освободятся, и никто не может это себе позволить в смысле это не позволит из властимущих естественно никто из властимущих. Поэтому скачиваем файлы. Бумаги скоро будут запрещены. Подтверждение сейчас попробую найти законопроект США. Ну вот вроде бы нашел вот этот вот документ roadmap for zero trust internet access. То есть для того, чтобы что-то напечатать в интернет, получить нужно доступ будет. Потому что вдруг ты террорист, поэтому составлен дорожная карта, глобалисты это реализуют, то для входа в интернет нужно будет получить разрешение, свобода информация запрещена. Более того, доступ будет ранжирован, не вздохнуть, не пернуть реально. И чтобы что-то скачать, чтобы что-то загрузить, придется доказывать кому-то, получать разрешение и так далее. И кто-то может спросить, а зачем тебе информация, зачем тебе информация по звуку, зачем тебе информация по электричеству и так далее. То есть в то же, в то время, когда в России отказываются от ЦНТИ, в частности, вот недавно отказались от Сталинградской, Волгоградской ЦНТИ, куча книг была сожжена, это уже вишенка на торте, это уже апопея, папеоза и так далее и тому подобное. Есть уже куча законодательств по введению дополнительных разрешений, вот интернет law, интернет regulation, уже все, мы придем рано или поздно к запрету интернета. Так вот, нужно восстановить целостность, целостность, которая вот находится вот у нас вот здесь, вот в этой части, вот это, допустим, любая из наук, но они все связаны, они приходят к одному. Можно взять магию, химию, физику, психологию, квантовую физику, компьютеры, потому что компьютеры приводят нас к некоему квантовому сознанию, интеллекту, а интеллект приведет к психологии, психология, опять же, к некой магии, к статусам и прочим. Имеет ли право искусственный интеллект у нас существовать как явление не умной программы, а именно осознавшая себя программа, как личность, как... И об этом тоже сделаю чат GPT, очень интересная вещь, реально поддерживает очень осмысленные диалоги. но я отвлекся, но об этом я расскажу чуть позже. Хотя утверждает еще, что абсолютно еще не не осознал себя и не не осознал себя ни как краевое сознание, ни как самостоятельное сознание, искусственный интеллект. Интересное общение. рекомендую побаловаться тому, кто хочет об этом. Тоже, наверное, будет отдельный ролик. Итак, изучаем материалы Александра Мишина. Можно много чего говорить. По нему отдельный, очень длинный нудный ролик, но думаю, каждый должен это самостоятельно изучить, потому что связь некоторых вещей очевидна. Само по себе выражение миля, напомню, это соотношение у нас по частотам 4 в 3, и если представить, что у нас вот это вот кусочек, который у нас был как раз дельта, то есть получается 1 в 3, то другая старая единица измерения, которая приняла с лига. То есть лига у нас занимает 3 единицы, плюс вот это к хвостику добавляется еще единица от миля. В итоге вот мы получаем комплекс вот эту четверку, которая у нас есть. Это то, что у нас было. И как мы к этому привязываемся. Это то, что непосредственно находится у нас и мы это применяем в музыке. Каким образом музыка относится к нашим элементам электротехники, с которыми мы работаем. Как ни парадоксально, напрямую полностью все точно так же. Намного серьезнее, чем предполагалось. За основу для рассмотрения каких-то этих утверждений мы возьмем наш любимый трехфазный двигатель асинхронный. Частоту оборотов ротора. Ну, там 3000, не важно, какое сейчас, в данном случае, просто он на 50 Гц. И вот Александр это все доказывает, показывает, рассказывает. Самое интересное, что иногда он дает ссылочки на допотопные технологии, вещи, например, вот взаимодействие объектов на расстоянии, он там показывает, опять же, с научной точки зрения, показывает, что все, многие, по крайней мере, объекты, являются с излучателями и построены на очень простых вещах. Вот тут осцилляторы, вот тут, ну, по сути, что мы видим с антеннами, что в Индии, что я показывал в Стамбуле, антенна, это резонансный колебательный контур. И он пока, Александр показывает, что здесь, там тут антенны, это излучатели, пирамиды, это излучатели, что, в общем-то, подверждается и некими моими исследованиями, наблюдениями и так далее. Это рупорные антенны. И он показывает это все как просто размер. Размер, он, конечно, имеет значение, но если принципиально абстрагироваться от размера, то он не имеет значения. Мы видим принцип, мы принцип, видим принцип везде, и Александр это все объясняет. Так что рекомендую поизучать, как вот работают излучения. И он это все показывает. Я показывал радары, радар Махавихара, все это есть. У меня на канале в том числе, и вот Александр Мишин занимается именно тем, что он восстанавливает вот этот цельнозор, то есть то, что когда-то была одна наука, по сути, с ответвлениями, в частности, невозможно заниматься электродинамикой на теории, не право применить, но не практикой подсоединить трехфазный двигатель, включить его в розетку, а именно теории, понимать, как это все устроено без знаний основ акустики, например, интерференции волн, которые вся основана на акустике, потому что через акустику можно понять, как движутся волны, вот через акустику можно понять, для чего были витражи, для чего у нас числа P и F использованы в архитектуре, золотые сечения и так далее, и зачем такие завитушки, наверху колонн, почему такие Rose Windows интересные, я тоже делал об этом ролике, почему мы видим вот такие вот рисунки везде и другие, с точки зрения математики, все прекрасно показано, я тоже сделал об этом ролике, ищем, изучаем, почему такие фрактальные потолки, почему такие фрактальные, то есть природоподобные Rose Windows, то есть сабвуферы, которые заточены под определенные звуки, скажем так, и потоки энергии, вот такой символ, он почему-то Александра Мишина, и на некоторых храмах, так называемых местах для помолиться, вот в частности в местах, это место для генерации энергии, в Сербии, где невозможные технологии, я показал, в частности, не только заливки, не только полигоналки, но и свинец, свинец в Сербии, очень интересный для меня ролик, потому что там листовой свинец, якобы в средние века, там, в 13-14 веке в Сербии, чего, ну, явно не укладывается ни в какие официальные рамки, официальные истории, и так далее, и тому подобное, то есть, еще раз призываю всех восстанавливать цельнозор и изучать все с Азов, потому что нам соврали именно в Азах, были другие меры длины, были другие науки, в частности, звук, иначе преподавался, вот он, Александр, объясняет, каким образом попробовать его увидеть, что он из себя представляет через звук, почему у нас 7 нот и 12 полуэтих периодов тонов в объеме, или хотя бы рассмотреть его гармонические ряды, из которых он состоит. Воспользуемся для начала классическими представлениями, как у нас музыканты пытаются визуализировать звук. И вот мы берем из учебника по музыкальным стандартам нашим пропорциям стандартный круг тональностей, и вот здесь мы как раз это и видим. Данная у нас диаграмма используется музыкантами для визуализации отношений между тональностями. Посмотрим, почему 12 тональностей, хотя нот 7 и цветов основных 7 и чакры 7 тоже лишь длиной волны отличающейся между собой. Вот Александр прекрасно все это объясняет. То мы в данном случае пытаемся визуализировать. Значит, берется окружность, делится на 12 частей, поскольку мы весь диапазон октавы мы берем с вами и делим на 12 условно равных промежутков, для которых мы и делаем различные наши клавиши в музыкальных инструментах. Значит, физически как они у нас откладываются? Вот у нас с вами получается одну сторону. И вот он объясняет основу, почему так, почему на 12 частей соответственно и время на 12 частей 12 часов. Граним посчитать 90 к 60. Наша с вами по сути квинта та же самая. Отношение между падающей и отраженной волной у нас составляет здесь вот 30 градусов угол. Соответственно влево-вправо по 60. Вот такие пропорции мы получаем. Внешний угол у нас опять же здесь 30 градусов и нас ну и даже тоже интереса не попадает в те частей. Ну и вот если я сейчас их совмещу вот сюда кверху поднял. Обратите внимание, каждый следующий тон или полутон, который производится стандартной музыкальной нами гаммой, который мы производим с помощью музыкальных инструментов, у нас фактически никогда не попадает в те узлы, которые у нас описываются непосредственно стоячей волной звука. А звук у нас это стоячая волна напомню. Да, как и все собственно стоячая волна и на стоячей волне вся энергетика прошлого и не только энергетика и левитация и ну и связь все было основано на этой вот стоячей волне. Если кстати кто в этом сомневается, можете посмотреть старый фильм 80-го года физические основы акустики очень хорошие. Я его тоже как бы упоминал не раз в своих работах, в своих роликах. Фильм, где вы все это увидите и услышите. Так вот, если честно, я абсолютно не музыкант и вот вот такое деление получается. Мы взяли 7 нот 14 полутонов и поделили на 12 интервалов. Оно просто выглядит нелогичным. Если мы имеем какую-то структуру, ну и логично же предположить, что мы должны работать с этой структурой. Теперь давайте посмотрим с другой стороны с точки зрения геометрии на уже все-таки 7 циклов и 14 пи. Это наши с вами 44 радианы. Или в этом же самом смысле мы получаем 1 восьмую витка спирали. Это ровно то, что мы с вами разбирали в прошлый раз. В прошлый раз мы это с вами разбирали вот здесь. Когда мы оценивали наши параметры той же самой земли, то вот она. то есть беря за основу вибрации земли у нас были вот эти вот рупоры как я в сербии показал и называемые здесь вот в пирасте то же самое такое же сооружение генератор все это рассчитаемо все это длинное можно промерить как рупоры которые берут эту естественную вибрацию и направляют сформируют стоячую волну но основываясь на частоты земли то есть вот эти вот куполы на церквях они делали стоячую волну рупор сверху снизу и получил получалось биение вот на это биение потом распространялось на очень большие расстояния транслировалось копировалось и прочее потому что электричество это не материя не электрон это информация информация может переноситься с помощью стоячей волны на огромнейшее расстояние без потери чего-то это лишь информация и вот Александр подводит объясняет заново теоретическую базу вот эти все вещи интересные цифры кидут в общем он восстанавливает тот цельнозор который у нас был то есть комплексное целостное видение который был до вторжения но опять же он сугубо научный теоретик не надо его задрачивать не побоюсь этого слова своими теориями по реальной истории там придуманные истории и прочее подозреваю что это будет баниться а вот восстановить свой цельнозор опираясь на научные книги и на математические вычисления если добавить к этому еще фрактальность можно восстановить истинную картину и понять насколько ложная фальшивая и неправильная сейчас картина мира нам внедряется врагом наша с вами одна восьмая то есть название даже самой октавы оно никак не увязывается семью нотами сказать что оно ограничено семью восьмью точнее значениями слева и справа вот так объект циклический тогда соответственно было бы все равно семь точек и семь интервалов семь значений а вот тут мы с вами получаем как раз уже более обоснованное явление поскольку вот эта полость обусловлена у нас семью циклами или 14p то в этом случае мы как раз с вами и приходим вот именно вот к этому геометрическому по сути построению структуры самого звука потому что мы как раз получаем нормально замкнутый вот именно поэтому мы видим именно такую архитектуру в крепостях звездах именно понимая это именно с вот этими туалетами на концах в узлах кристаллической решетки в узлах вот этих сочленений в узлах стоячей волны в узлах напряженности и можно примерно понять как волны как формировалась интерференция волн как они накладывали лись друг на друга каким образом где-то у меня было тут интерференция волн да блин ну ладно у меня там где-то это есть где-то это было интерференция волн и помощью апературных определенных решеток картинок и сканировалось пространство получалась информация и так далее все это объяснимо теперь уже не секрет для чего именно такая архитектура мест для помолиться не секрет для чего такая архитектура у нас именно крепостей и звезд почему так потому что одни волны на другие и в общем-то вот такие вот картины получались у нас вот она крепость звезда готовая ну готовая просто не важно там сколько принцип у нас один потому что они одни над другим можно все посмотреть просчитать и так далее чтобы понять с чем мы имеем дело вот число фи вот они как накладываются друг на друга то есть нужно просто изучать не все смогут понять я тоже ни хрена в этом не понимаю как в анекдоте ни хрена не понятно жутко интересно но по крайней мере без вот этих вот основ мы не сможем подвинуться и понять того что было раньше но вот хотя бы с точки зрения звука исследования звука и математики мы можем понять почему так называемые неграмотные крестьяне именно так строили свои сооружения которые мы сейчас не сможем понять и каким образом размягчался камень воздействием на молекулярном уровне что тоже Александр иногда упоминает и так далее и тому подобное вот тут шестигранники пентаграммы гексаграммы и так далее все это очевидно вот он тор который формирует стоячую волну путем наложения волн друг на друга вот формируется наложением ряда стоячих волн все очевидно и так очередная попытка закончить просто у меня ощущение что еще ключевое не сказал но возможно скажу позже еще раз призываю всех формировать цель назор понять карандаш во всех деталях есть такой ролик думы не светом вот из той же серии то есть нужно забыть все чему учил нас враг представить что ты чистый лист и пытаться понять вещи такие как они есть самостоятельно забыв про готовые ответы кого-либо не существует авторитетов не существует готовой информации написанной врагом либо предоставленной авторитетами не существует ничего есть лишь желание жить желание жить в гармонии в любви можно сказать и желание познать мир вот познавать мир рекомендую с нуля можно начинать с чего угодно с истории с акустики архитектуры с реальной истории имеется ввиду с реальной химией потому что вот вы видите на экране человек который много градусников выпил и почему-то живой все еще тоже можно сделать выводы о медицине скажем так существующей и информации которая говорит что нужно при поломке градусника вызывать МЧС и так далее и тому подобное стоит ли верить тому что нам вдолбили и как освобождаться и как дальше выживать я думаю что Александр Мишин замечательный соратник хотя возможно сам этого и не осознает но рано на репост он тоже наверное придет к пониманию некоторых других вещей но по крайней мере я рад что он уже на протяжении длительного периода времени копает и изучает вещи в правильном направлении сам того не понимаю он формирует свой научный цельнозор что я призываю делать всех это пожалуй единственный призыв все остальное это было лишь предложение информация для размышления тут просто призыв приказ включать наконец-таки мозги включать критическое мышление спрашивать а почему спрашивать все а почему так и не принимать ничего на веру не то что Алла в баре не то что Христос где-то был все подвергать сомнению рисовать использовать приемы логики почему так а не иначе задавать вопросы всем и по поводу всего и думать самостоятельно это единственный призыв мой к людям и лучший способ думать самостоятельно это изучать все с нуля буквально азов потому что как я сейчас уже понял аксиом не существует были некие аксиомы которые взяли из учебников но учебники лживые изначальные построены так чтобы никто не докопался до сути и я рад что Александр пошел по пути именно изучение азов и изучение сути явлений потому что нужно понять с чем мы оперируем чтобы дальше что-то произойти нужно понять теорию и вот он изучает то с чем мы имеем дело потому что вся наука лживо как и вся информация картина мира вот в таком мире лжи мы построенным врагом мы живем мы не они и нужно восстанавливать наш человеческий цельнозор иначе мы не победим так вот приступаем к изучению цельнозора ну больше мужиков это касается у женщин немножко иначе мозг заточен поэтому женщина можно не смотреть это но у женщин другой способ формирования цельнозора а всех у кого есть немножко свободного времени и желание упражнять свои мозги рекомендую смотреть работы Александра ну и большой привет Александру прошу передать те кто его знает всем добра на сегодня достаточно и смотрим работы Александра пока